Библейский портал экзегет.ру представляет Книга «Судей» или «Книга вождей», как я назвал ее в своем переводе, я почитаю его с небольшими комментариями для библейского портала «Экзегет». Что это за книга? Ну вот видите, даже название у нее такое странное. Дело в том, что слово «судья» в русском языке означает человека вполне определенной профессии, он в суде решает дела. А люди, которые здесь названы этим еврейским словом «шофтим», они, конечно, могли участвовать и в суде, но не это совершенно главная роль. Это книга про харизматических лидеров. Что это такое? Ну вот предыдущая книга, книга Иисуса Новина, в общем, ее, наверное, сегодня меньше всего любят из всего Ветхого Завета очень, тяжелая, кровавая книга. Она рассказывает о том, как израильтяне вторглись в Ханаан, как они завоевали его значительную часть и, собственно, осели. Все, на этом точка. А что произошло после смерти Иисуса Новина? Вот этот народ, еще даже не единый народ, на самом деле, еще отдельные племена, колена, которые живут каждый сам по себе, и даже не племена и колена, а отдельные семьи и рода, которые живут на этой земле, и, в общем, как-то друг с другом связаны, но не очень тесно. Вот они испытывают потребность в том, чтобы просто себя осознать. И как это происходит? Вот когда-то они переходили через пустыню, как об этом рассказывает Пятикнижая, потом они вторглись в Ханаан, такая эпоха героических свершений, и все понятно, что мы, кто мы, зачем мы, куда мы, а вот мы просто живем. Кто мы, что мы, зачем мы? Вот об этом книга «Вождей или судей». После смерти Иисуса Новина стали сыны Израилевы упрошать Господа, какое из наших племен должно пойти первым войной на Хананея? Интересно, они еще себя не осознают людьми, живущими мирно, да? То есть вот нужно воевать. Смысл воевать? Хананея, тот народ, который, или тоже набор, скорее, народов, который должен быть изгнан из этой земли, и кто-то должен начать первым. Господь ответил, пусть сделает это племя Иуда, и знайте, эту страну я отдаю в его руки. Тогда люди из племени Иуда сказали своим братьям из племени Симеона, пойдемте с нами отвоевывать у Хананеев удел по жребию доставшейся нашему племени, а потом мы пойдем с вами отвоевывать ваше удело. Племя Симеона присоединилось к ним. Ну, то есть минимальная кооперация. Видите, никакого единого народа нету, а есть разные племена, и племени-то собраться трудно, а уж чтобы другое племя с собой повезти, нужно уговорить. И, кстати, Симеон и Иуда с тех пор в некотором союзе живут рядом. Ну, и вот им нужно реализовать замысел. Причем замысел не свой собственный. Книга Иисуса Новина говорит о том, что не просто решили завоевать и всех уничтожить, а что Господь отдал эти земли, в частности, земли для племени Иуды. И нужно просто их занять, осуществить то, что было передано. Но когда же воины Иуды пошли в наступление, Господь отдал в их руки Хананеев и Перезеев. Их войсков 10 тысяч человек было разбито в Везеке. Там им попался правитель Везека, они вступили с ним в бой и нанесли поражение Хананеем и Перезеем. Правитель Везека бежал, они погнали за ним, схватили, отрубили ему большие пальцы на ногах и на руках. Такая вот не очень приятная история. Тогда сказал правитель Везека, 70 царей, которым я отрубил большие пальцы на руках и на ногах, подбирали крохи под моим столом. По моим делам воздал мне Бог. Его отвели в Иерусалим, и там он умер. Вот интересная картина. А почему большие пальцы отрубаются? Ну, человек, у которого отрублен большой палец, он не может держать оружие. Вообще никакое орудие серьезное держать в руках не может, да и на ногах ему ходить неудобно. То есть он такой не совсем инвалид без руки, но мало что может. И это такой способ практиковался в древности, довольно жестокий способ предотвратить какие-либо восстания со стороны покоренных народов. Ну и мы видим очень простую вещь израильтян, ничуть не лучше тех, кого они изгоняют. Кроме того, что у них есть вера в единого Бога. А методология примерно та же. Сыны Иудина воевали с Иерусалимом, овладели им, перебили защитников мечом, а город передали огню. Интересно, что потом Иерусалим заново будет брать царь Давид. Ну, вероятно, бывают такие истории, что один и тот же город несколько раз переходит из рук руки, просто как он обратно перешел к местным жителям, об этом Библия не рассказывает. Затем сыны Иудина отправились на войну с хананеями, которые населяли Нагорье, пустыню Негеф и Предгорье. Ну, то есть разные области, которые относились к будущей иудеи. Воины Иуда выступили против хананеев, живших в Хевроне. Прежде Хеврон назывался Кирья Тарбай. Поразились Шишая, Ахимана и Талмай. Оттуда они пошли против жителей Девира. Прежде Девира назывался Кирья Цефер. Причем Калиф обещал, кто победит Кирья Цефер и захватит его, тому я отдам в жены дочь мою Ахсу. Эту победу одержал вот неель сын Кеназа и младший брат Калевы, и тот отдал ему в жены свою дочь Ахсу. Казалось бы, какая нам разница? Ну, вот эта история нам показывает, как они жили. Да, вот действительно такой племенной союз. Вот такие воины-победители, героический эпос, где они знают друг друга по именам, где прекрасные девушки — это награда самому лучшему воину и все такое прочее. Однажды они вместе навещали Калева, а она как раз побуждала от Нили выпросить ее отца земельный надел. Она едва слезла со сла, как отец спросил ее, «Ну, что тебе?» Она ответила, «Дай мне благословение. Ты одарил меня землей пустыней Негев, так подари же источники воды». Тогда Калев подарил ей верхние и нижние источники воды. Опять-таки, ну, какая-то мелочь распределения земли, которую мы очень плохо себе представляем, на самом деле. О чем идет здесь речь? Ну, по-видимому, о том, что вот женщина в этом обществе достаточно свободна. Она сама свое преданное с отцом обсуждает, даже выторговывает у него. Говорит, ну, землю ты мне дал, а воды на ней нет. И он ей отдает источники. Вот эта земля, которая только завоевывается, которая только переходит еще к израильтянам, она такой предмет ожесточенных, иногда просто интенсивных, так это назовем, споров. Как-то поделить по справедливости так, чтобы все было правильно. Кинеи, происходившие от Моисеевой тести, отправились из города Пальм вместе с сынами иудинами в Иудейскую пустыню, то есть в Негев около города Арада. Там и поселились они среди израильского народа. Тут уже один интересный эпизод. Вот маленькая группа этих самых хананей вселится вместе с израильтянами, и никто не возражает. То есть уже начинается смешение. Вот эта книга Судьи, она объясняет в каких-то очень, может быть, простых эпизодах, где будет происходить дальнейшая история. Не только земля ханаана, но вот какие порядки на этой земле, что там происходит. А воины иуды вместе с воинами Симеона, своими братьями, отправились на бой с хананейми, жившими в Цефате, разбили их, передали заклятию Цефат и дали поселению новое имя Хорма. Передали заклятию, то есть полностью уничтожили. Также они захватили Газу с ее округа, Ашкилон с округой, Икрон с округой. Эти города в последующем будут филистимскими, но филистимы не позже поселились в земле ханаана. Господь был с племенем Иуда, и так они овладели всем нагорьем. Но от жителей долин избавиться они не смогли, потому что у них были колесницы, окованные железом. Тоже интересная вещь. Ханании оказывается более продвинутый народ. То есть, в общем, дикари, израильтяне дикари, которые нападают на более высокую культуру и уничтожают ее с точки зрения развития цивилизации. Может быть, это и плохо даже. Но с точки зрения веровиденного бога хорошо. «Калеву отдали Хеврон, как обещал ему Моисей, он изгнал оттуда трех сынов Анаковых». Кто-то такие, неизвестно. «А от Евусеев, живших в Иерусалиме, не избавились сына Вениаминовы, а стали жить Евусеи с сынами Вениаминовыми вплоть до сего дня». Ну, только что, говорится, взяли Иерусалим, но вот потом Давид будет брать его еще раз. Вероятно, этот текст, по крайней мере, вот этот отрывок, может быть, книга не была написана в один присест, пишется еще до этих событий и объясняет, почему, собственно, Иерусалим остается ивусейским. То есть, военная победа не всегда приводила к уничтожению местного населения, хотя, вроде как, в книге Иисуса Новина именно это и подразумевается. «Войны дома Иосифа также выступили против Бейтели, и Господь был с ними. Они стали осматривать укрепления Бейтели, прежнее имя города было Луз, и тут стражникам попался какой-то человек, выходивший из города. Не попросили его, «Ты покажи нам, как пробраться в город, и мы отплатим тебе добром». Ну, можно себе представить бедолагу, он понимает, что он в руках врагов, и надо либо показать, как в родной город пройти, либо погибнуть героическую. Он не Сусанин. Он показал им, как пробраться в город, и тогда они поразили его жителей мечом, а человека того отпустили вместе с семьей. Он отправился в землю Хетов и основал город, дав ему имя Луз, и это имя остается за ним по сей день». Вот такая кровавая история, ничего жизнерадостного особенно нет в завоеваниях, и в завоеваниях Инаана тоже. Племя Моносии не сумело овладеть Бетшаном с окрестными селениями, Таанахом с окрестными селениями. Не одолело оно жителей Дора с окрестными селениями, жителей Ивлиама с окрестными селениями, жителей Мегедо с окрестными селениями. Хананей прочно держались за эту землю. Когда народ Израиля стал могущественным, то заставил Хананей работать на себя, но так и не избавился от них. То есть книга Иисуса Новина в основном про правила, всех уничтожают и сгоняют, а здесь в основном про исключения, в том числе про эти хананейские анклавы, которые встроены в землю Израиля и продолжают там жить, но на роли подчиненных народов. Так и племя Ефрема не избавилось от хананеев, живших в Гезере, так и остались они жить в Гезере среди Ефремлина. Племя Завулона не избавилось от обитателей Китрона и обитателей Нахалола, хананеи остались среди них как подневольные работники. Племя Асира не избавилось от обитателей Ака, обитателей Сидона, Ахлава, Ахзива, Нелба, Апика и Рыхова. Люди Асира так и жили среди хананеев, которые населяли ту землю, от которых не смогли избавиться. Племя нефалима не избавилась от обитателей Бетшемеша, обитателей Бетаната. Так и жили они среди хананиев, населявших ту землю. А население Бетшемеша и Бетаната заставили работать на себя. То есть, ну, оказывается, везде, по всему Ханаану примерно та же картина. Вот эти племена хананийские живут среди израильтян, ну, вот как подчиненные, покоренные народы. А Марии тем временем зажали сынов Дана в Нагорье, не позволяя им спуститься на равнину. Так и держались Амарии за гору Херес, за Айалон и Шаалвим. Но когда сыны Иосифа стали могущественными, то заставили их работать на себя. Пределы Амарийские начинаются от подъема скорпионов, от Сэла и далее. Ну, Сэла — это, скорее всего, то, что относится сегодня к Иордании, город Петро, скорее всего, здесь упомянут, хотя мы точно этого не знаем. Ну, в общем, оказывается, вот теория, израильтяне захватили Ханаан и очистили его от местного населения. А вот практика. Все на самом деле смешалось. А раз все смешалось, значит, вопрос, как они будут жить дальше. И в какой мере культуры этих покоренных народов повлияют на израильскую культуру, в какой мере их язычество станет вызовом. Об этом, собственно, вся последующая книга судей.